Золотые руки, ухоженные волосы. Африканские косички Алина запрела себе сама. Ее клиенты предпочитают дреды, косы, колоски. Прибыльное занятие, но хобби. Впрочем, из-за такой вид деятельности, скорее всего, придется отчитываться рублем. Я бы не хотела платить налог. Но я бы сказала, что я просто подругам плету. Мастера маникюра, швеи или кондитеры на дому. Далеко не все из них хотят платить налоги с нерегулярных доходов. Самозанятые надеются, что о них просто не узнают. Впрочем, их будут специально выявлять. В нашем распоряжении оказалось вот такое объявление. Здесь самозанятых называют незаконными предпринимателями и к их поиску предлагают подключить соседей, знакомых, в общем, весь город. Комитет – действительный телефон настоящий. Звони не хочу. Мы решили проверить, воспользуются ли таким предложением барнаульцы. Если бы я, конечно, знала, то позвонила бы. Я получаю там 10 тысяч, а на сроке они 20 тысяч получают. Налогов не платят. Позвонили бы? Куда? Сюда? Да. Нет? Нет. А почему? Да потому что. Чтобы не стучать? Да. Но пока алтайским самозанятым беспокоиться не о чем. Во-первых, это чей-то розыгрыш, а во-вторых, закон с 2019 года и 10 лет подряд на правах эксперимента будет действовать только в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Самозанятым предлагают добровольно встать на учет в налоговую. Отчисления, в отличие от предпринимателей, всего 4 или 6 процентов вместо 13. Но в том, что найдутся добровольцы, сомневаются даже эксперты. Нянечка, репетитор получает доход, видит наличных денег, так скажем, своим трудом зарабатывает. Он уже отчасти выполняет какую-то свою социальную функцию. Какая мотивация ему идти регистрироваться в качестве самозанятого? По словам Фрица, закон о самозанятых сырой. Налоговики на стороне нововведений. Они считают их выгодной альтернативой. Отчитываться о доходах просто. Достаточно чеков и специального приложения на телефоне. Вбил суммы и перекинул их клиенту. Обмануть систему, уверяют специалисты, не выйдет. Твой покупатель обязан выдать чек, а покупатель же будет видеть, какую сумму он заплатил. Можно же, как сказать, что вообще не учитывать эту операцию. Но это сокрытие налоговых обязательств. А депутаты Госдумы в законе видят перспективы для самих самозанятых. Эти условия, которые люди бы могли использовать, они могли бы прежде всего направлять на развитие своего бизнеса самозанятых граждан. Потому что получить кредит на развитие бизнеса, не достоверно подтвердив, что этот бизнес законный, легальный, в рамках правового поля, достаточно сложно. Примут ли самозанятые четырех регионов страны новые правила игры, можно будет говорить через год. Тогда огласят первые итоги эксперимента. И хотя он рассчитан на 10 лет, алтайские налоговики всерьез полагают, что и в нашем регионе нововведения внедрят в ближайшие годы. Анастасия Дорога, Николай Шелко, Андрей Петеркин. Наши новости.